Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. В Следственном комитете возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела 59-летнего таксиста с признаками насильственной смерти. По подозрению о совершении преступления сотрудниками милиции задержан 25-летний житель города Калинковичи. 19 января в лесном массиве на окраине райцентра произошло возгорание автомобиля такси. Тревожные звонки стали поступать от местных жителей. Пока бойцы МЧС ликвидировали пожар, сотрудники милиции предпринимали попытки созвониться с водителем, но телефон молчал. Информация о последнем вызове такси вела в деревню Гулевичи, где, проведя обход милиционеры, на пустыре обнаружили тело водителя. В ходе оперативно-растных мероприятий было задержано лицо, подозреваемое в совершении данной злодеяния. Это житель Калинковича, не работающий, 1993 года рождения. Ранне несудимый, вместе с тем он привлекался неоднократно за совершение административных правонарушений. Для эффективного расследования уголовного отдела создана следственная группа из числа сотрудников Калинковичского райотдела милиции и Следственного управления войска по Гомельской области, а также экспертов Госкомитета судебных экспертиз. Подробности этого резонансного дела смотрите в нашей итоговой программе в пятницу 25 января. На территории Гомельской области за предвыходные и выходные дни было зарегистрировано 72 дорожно-транспортных происшествия, в которых один человек погиб и пятеро получили телесные повреждения различной степени тяжести. За исключением ребенка из Рогачева, находившегося в салоне автомобиля при столкновении с другим авто, все пострадавшие пешеходы, которые переходили проезжую часть или двигались вдоль обочины. В Мозырском районе произошел наезд на 57-летнего мужчину, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. А в Гомеле 79-летняя женщина пострадала из-за того, что пересекала дорогу всего в нескольких метрах от пешеходного перехода. С телесными повреждениями различной степени тяжести она была госпитализирована. Среди пострадавших также девочки-близняшки, которые оказались под колесами авто на улице Советской областного центра. В Светлогорском районе 38-летний водитель, управляя автомобилем Volkswagen Passat, совершил наезд на 50-летнего пешехода, который находился на полосе движения без световозвращающих элементов. В результате наезда пешеходополученных травм скончался в больнице. По всем фактам ДТП проводятся проверки. В пятницу в одной из девятиэтажек Музыря на бульваре юности произошел взрыв газа. Ударной волной в жилой квартире выбило стекла. По прибытии спасателей было установлено, что хозяин квартиры с помощью ручной газовой горелки и переносного газового баллона обрабатывал на балконе тушку птицы. В процессе работы он почувствовал запах газа и для устранения утечки занес баллон с горелкой на кухню. Там они простояли какое-то время, а после в помещение зашла жена. Она включила на кухне свет и пары газа воспламенились. Произошла вспышка газовоздушной смеси без последующего горения. В результате хлопка были выбиты стекла четырех оконных проемов. Видимых повреждений несущих конструкций дома не обнаружено. Эвакуация жильцов не проводилась. Хозяйка и хозяин квартиры тоже не пострадали. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания.